Новичком социальных сетей можно назвать Губкинскую общественную организацию «Ветеран». С недавних пор у неё появилась официальная группа ВКонтакте. Первая запись опубликована 23 мая. Число подписчиков на данный момент составляет 24 человека. Здесь можно найти фотографии с мероприятий и тематические видеозаписи, обсуждения и афиши городских праздников. Группа предназначена как для участников общественной организации, так и для тех, кто неравнодушен к ветеранскому движению. Это было необходимо сделать, открытие группы ВКонтакте. Связано это с тем, что наша организация готовила проект на президентский грант. А там одним из необходимых условий было именно наличие такой вот группы в одном из социальных сетей. Официальную информацию городских властей можно получить в медиапроекте «Открытый Губкинский». Он представлен на нескольких площадках, в том числе ВКонтакте и Твиттере. Проект проходит под девизом «Только позитив». Он освещает городские, культурные, спортивные и образовательные мероприятия, а также общественно-политическую и деловую жизнь города. Группа ВКонтакте основана 25 января. На данный момент насчитывает 240 участников. Надо сказать, что все-таки жизнь в Губкинском не сводится к дороге, на работу, с работы, в магазины, домой. То есть вокруг идет несколько другая жизнь, о которой, может быть, даже некоторые не все знают, не все видят, не всегда успевают, наверное, по объективным причинам. То есть наша задача именно показать именно эту сторону жизни нашего города. Своя группа есть и у губкинской телерадиокомпании «Вектор». Здесь публикуются новостные репортажи и анонсы к ним, афиша городских событий и обсуждения. Интернет-формат подачи информации также необходим наряду с телевизионным, поскольку это позволяет максимально охватить целевую аудиторию и оперативно донести новости до зрителя. Современный мир диктует то, что все, что делает телевидение, нужно выкладывать в интернет, потому что у наших телезрителей не всегда есть возможность смотреть в эфире то, что производит телерадиокомпания. Поэтому для удобства мы все свои материалы, все свои программы, все, что мы производим, мы выкладываем на своем сайте телерадиокомпании «Вектор», «Вектор». Помимо этого, чтобы занять максимально нишу интернета, мы сделали свои странички в самых популярных социальных сетях. Это «Контакт», «Одноклассники» и «Фейсбук». Всего в «Контакте» насчитывается более тысячи групп, так или иначе связанных с губкинским. Одни существуют несколько лет, другие открылись относительно недавно. Среди них есть как массовые сообщества, так и для узкого круга лиц. Все они призваны объединить губкинцев и тех, кто неравнодушен к нашему городу. Социальные сети сами по себе созданы для того, чтобы объединять людей по различным интересам, по своим интересам. То есть, соответственно, городские группы, как они могут помочь людям, решать различные проблемы, справочные вопросы. Кто-то спросит, а другие подскажут, ему помогут. 143 минуты ежедневно. Именно столько времени проводит среднестатистический россиянин в социальных сетях. Благодаря ним люди знакомятся, учатся, работают, узнают новости и делятся своими проблемами. Социальные сети сегодня – это неиссякаемый источник обратной связи для городских властей, общественных организаций, средств массовой информации и всех тех, кто готов вести диалог и следовать в ногу со временем. Валерий Усманов, Денис Гонцов, Новости Гупинского.